В средневековой войне победа зависела от мастерства полководца, личного навыка воинов и качества их доспехов. Сегодня же доспехи можно встретить в музеях, фильмах, компьютерных играх и в исторических средневековых боях. Меня зовут Вячеслав Перепелица, я мастер-доспешник. Моей главной специальностью является адаптация средневековых доспехов для спортивных поединков на стальном оружии. Но я работаю и в фэнтези-стиле. И фэнтези-стиль, мне кажется, более интересен, и в конце видео я приведу аргументы в пользу такой спортивной адаптации. Более 10 лет я изучаю доспехи по фотографиям из музеев и средневековым манускриптам. Я научился чувствовать логику конструкции средневековой брони и как это зависело от возможностей производства того времени. Сейчас я поэкспериментирую и сделаю турнирный шлем в фэнтези-стиле. Отталкиваться буду от дизайнов героев игры Raid. Я использую современный инструмент, но поверьте, в средневековье его с легкостью заменяли бы 3-5 подмастерьев, которые работали у мастеров примерно с 12-14 лет. Когда задумываешься о хороших примерах фэнтези-доспехов, для меня первыми на ум приходят работы из Ластелина Колец. Мастера в это воркшоп отлично постарались придать им вид, как будто бы их действительно могли сделать ручными инструментами. И они не противоречат логике, как некоторые доспехи из корейских игр. И они выглядят соответственно своей культуре. Вы не перепутаете эльфийские и рухайские доспехи. Из игр я бы хотел отметить Ведьмака. Хоть это и выдуманный фэнтези-мир, но солдатня, которую встречает главный герой, одета в доспехи, которые тоже не противоречат логике ношения. А также имеют реалистичные пропорции и у них отсутствуют бессмысленные части. Вообще, мне кажется, этот тренд создал профессор Толкиен. Сделать сказку такой реалистичной, что ты не можешь не поверить ей. И таким подходом в прорисовке некоторых доспехов успешно пользуются, например, дизайнеры игры Raid. Взгляните на шлемы Черного Рыцаря или Септимуса. Их шлемы являются производные от средневекового турнирного шлема Жабья-голова или от Грандхельмов. Raid Shadow Legends. Мобильная игра, в которую рубятся даже гоблины из пещер Мории. Воруют Wi-Fi у эльфов и уже вовсю прокачивают мощь и уровень своих чемпионов. Спасибо Стиву Джобсу за мобилу каждому рылу. Реально зачет, братан. Теперь, при наличии смартфона, у нас в кармане игра с тактическим и стратегическим геймплеем, которая была номинирована как финалист на премию Google Play «Лучшая игра 2019 года». За последние 6 месяцев ее скачали уже почти 15 миллионов человек. Игра абсолютно бесплатная. Это RPG-игра в стиле темного фэнтези. Более 400 героев для коллекций и улучшений. Чемпионами представлены орки, нежить, рыцари, эльфы и очаровательные эльфа-самочки. И у меня, как специалиста по доспехам, нету к ним претензий. Все, что нужно открыто, ничего не закрыто. Именно так и нужно. Одобряю. Инновационные функции в игре. Режим автоматического боя. Вы можете запустить сражение в автоматическом режиме, пока заняты. Я вот, например, делаю шлем. Тратьте меньше времени на гринд, но больше времени на развитие чемпионов. Так, сейчас я тут дизайн шлема проверю, а вы качайте рейд только по моим ссылкам. И получите 50 тысяч серебряных монет. А также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. За кадром я сделал выкрики и теперь можно начинать работать. Вы часто спрашиваете меня, как же делать выкрики для доспеха. Простого ответа тут, к сожалению, нету. Это все равно, что спросить у технолога-разработчика пошива одежды, который 5 лет учился и еще 5 лет практиковался, как сделать выкрики на модный пиджак. Ну, берем многолетний опыт, проектируем в голове трехмерную модель, поправки на растяжение и сжатие стали и делаем. Но это не рассказать в паре предложений. Начинаю вырезать болгаркой половинки будущего купола шлема. Выкрики построены таким образом, что за счет клиновидных вырезов я сэкономлю время на вытяжке металла, но при этом добавится работа по сварке. Посмотрим, стоит ли так делать. Шлем будет рабочий и толщина 3 мм обеспечит отличную защиту даже от тяжелых алибард. Порезка готова и можно идти придавать форму шлема. Как проповедует известный специалист-историк-доспешник Кунгуров, латы всегда делались на кузнечно-прессовом оборудовании. И кто я такой, чтобы с этим спорить? Беру кузнечно-прессовое оборудование и начинаю делать. По-другому доспехи вообще невозможно сделать, и не верьте, если вам кто-то рассказывает, что их можно сделать ручными инструментами. Силы пресса хватает, чтобы с легкостью протянуть 3 мм сталь, что меня, конечно, радует, но некоторые зоны целесообразнее поправлять руками. Да и тонкую подгонку всех изгибов купола я тоже сделаю вручную. После предварительной протяжки на неглубокой яме, я заменяю верхнюю часть на более глубокую и продолжаю выводить геометрию. Половинки прорабатываю поэтапно и постепенно. Поработав немного с правой, я довожу до такого же состояния левую и ровняю их друг к другу. Получается легче сделать симметричными части. Подготавливаю экономизатор с геометрией. Показываем резаком для работы. Такое приспособление экономит время при частых нагревах, а сам резак, в отличие от классического горна, дает комфортный, быстрый и точечный нагрев в необходимой зоне. Нагретую сталь легче деформировать и протягивается она аккуратнее. Рихтовку делаю с помощью самодельного станка из отбойного молотка. Штука зачетная и ускоряет рихтовку в 2-3 раза. Руками я бы рихтовал часа 2-3, а так справился за 40 минут. Один из важных этапов работы – правильное сваривание половинок. Если не досмотреть, можно криво сварить даже идеально ровные детали, и это добавит работы по переделыванию. Полученный сварной шов необходимо снять, чтобы снаружи его не было видно. Это ослабит конструкцию, если не продублировать его изнутри, что, конечно же, сделаю позже. Начинаю прикидывать выкройку на забрало. Для того, чтобы делать выкройки, советую начинать рисовать в полном размере необходимое изделие. Тогда мозг начинает видеть эти формы, и вы сможете на глаз определять выкройку. Это та же сталь 30 хгса, но толщиной 2 мм. На специальных бойках я формирую характерный изгиб забрала и дорабатываю поправки руками. В современных спортивных поединках самый страшный удар – это рубящий или дробящий сверху вниз. При этом запрещены колющие удары. В то время как в средневековье колющий удар – это, вероятно, самый менее энергозатратный, и с помощью него можно поразить противника в щели доспеха. Не говоря уже о таранном ударе копья тяжеловооруженного всадника. Шлем, который я делаю, имеет прообраз в средневековье. Есть немного от турнирного Грандхельма и от шлема Жабья-голова. Тогда они использовались в основном кавалеристами, но есть старинные изображения, где показан пеший бой рыцарей в таких шлемах. Делаю два отверстия, чтобы побыстрее установить забрало на купол. Так я смогу определить, правильно ли форма и получаются ли все размеры. Так как выкройки еще не проверены, есть большой шанс ошибиться и делать все заново. Вообще, хорошие выкройки получаются после четвертой, пятой попытки сделать изделие. На горячо формирую полку под смотровой щелью. Она служит серьезным усилением конструкции и сделать ее на холодно практически невозможно. Приступаю к изгибанию задней части. Это тоже 30 кгса толщиной 2 мм. Сделав черновик всех частей, я проверил размеры и форму. Теперь можно выводить мелкие детали на чистовую. Это будет ребро на затылочной части. Такое встречается в поздних турнирных шлемах времен расцвета доспешного дела в средневековой Европе. Собрал все детали шлема вместе для очередной корректировки. Заднюю нижнюю деталь дотягиваю вручную точными ударами. А в лобовой части подрезаю верхний край смотровой щели. Рихтовальное приспособление в очередной раз экономит мне силы и время. Снова собираю все детали вместе и досверливаю необходимые отверстия. Финально вывожу все ребра и грани на порихтованных частях. Сварку делаю с подогревом материала. Я не сварщик, но на практике убедился, что так шлем лучше держит удары. Подрезаю на чистовую все края и начинаю финальную сборку и сварку. Вы наверное поняли, что делая вручную, такие вещи собираются поэтапно. Сначала грубый черновик, чтобы увидеть формы и размеры. А дальше проработка нюансов с проверками и поправками. Все это нужно продумывать заранее, чтобы быть максимально эффективным. Теперь нужно поставить шлем на отжиг. Для этого включаю печку и довожу до 760 градусов. Выключаю и жду пока печка остынет со шлемом. Это нужно для снятия внутренних напряжений, которые остались от ковки и сварки. Шлем отожжен и теперь можно просверлить все необходимые отверстия. Заранее делаю разметку кернером и набиваю точки, чтобы сверло не соскальзывало в сторону. Заметьте, что я не просверливал насквозь, а только немного углубился. Так я могу увидеть уплывшие в сторону отверстия и скорректировать их в необходимую сторону. Отверстия на забрали нужны для улучшения видимости и дыхания. Для чисто конного турнирного шлема такие отверстия нельзя делать, так как в них может застрять копье или щепки от разломанного древка могут ранить сквозь них лицо. А в 1559 году от деревянной щепки в глазную щель погиб король Генрик II Валуа от копья маршала Монтгомери. Но при этом есть множество миниатюр, в которых показаны типичные кавалерийские шлемы, но с большим количеством отверстий. Вероятно, что для военных действий все-таки обзор был важнее маленького шанса попадания в отверстия стрелы или копья. Клеймо набиваю за несколько ударов. На тонкой и неровной поверхности сделать это за один удар невозможно. Сейчас я закрепляю шлем с помощью сварки в специальной клетке. При закалке нижнюю часть может покрутить, если не зафиксировать. Шлем ставлю в прогретую печку на 800 градусов и жду, пока температура не поднимется на 830. Закалку произвожу на воду. Теперь шлем очень твердый, но такое состояние чревато трещинами от ударов и необходимо повысить вязкость и ударопрочность за счет понижения твердости. Для этого ставлю шлем в печку и довожу до 300 градусов, после чего остужаю на воду. Теперь шлем нужно аккуратно срезать с основы и приступать к шлифовке. Сначала я прохожу всю поверхность лепестковым кругом на болгарке. Затем приступаю к шлифовке на моторе. После него прохожу скотч с брайтом, чтобы поправить все рыски, сделать их параллельными и избежать пятен, которые видны при перехрестных или неаккуратных рысках. Теперь можно переходить к полировке с помощью пасты ГОИ и войлочного круга. Так я получаю зеркальный блеск, который как по мне немного не характерен для средневековья. Поэтому я дорисовываю легкие линии старенькой абразивной мочалкой, чтобы подчеркнуть изгибы и придать им вид полностью ручной работы. В процессе работы мне показались слишком скучными просто отверстия, и я решил разнообразить их фигурными пропилами. Теперь нужно сделать корону. На шлеме Септимуса художники удачно отобразили нашлемную фигуру в виде короны и крыльев. Что-то подобное я и хочу сделать. Для этого на ровной полосе отрисовываю зубцы короны. Изгиб линий делаю соответственно возможности реза болгаркой. Прямые линии диском режутся хорошо, а вот изогнутые имеют ограничения. Поэтому важно такие вещи продумывать заранее. После засверливания придаю изогнутую форму будущей короне и приступаю к подрезке. Внутренние пропилы мне помогают вычищать бормашинка и круглый напильник. Я решил покрасить корону в черный цвет и добавить золотые кресты для красоты. На шлемной фигуры это украшение, которое могли делать из ткани, дерева, кожи. Служило оно и для красоты, и для отличия на поле боя. Зачастую на них изображались геральтические элементы. Вряд ли для таких целей использовали настоящие короны. Все-таки ее очень легко повредить или потерять. Да и сталь по тем временам стоила недешево. Поэтому не думаю, что их делали как я из стали. Просто мне так проще. Ткань на шлеме, если я не ошибаюсь, называется намет. Вероятнее всего он появился в 11 веке в крестовых походах и распространился с топхельмами. Считается, что он мог защищать от солнца. Но скорее всего их использовали как распознавательные знаки. По ходу работы я решил полатунировать забрало. Для этого использую латунную щетку и легкий подогрев. Затылочную часть я решил почернить. Так я подчеркну визуально фигурный край. Вручную изгибаю крылья короны. Должно получиться так, как будто это атакующая хищная птица. Кстати, может мода на крылатых гусар пошла именно от этих наверший? Если знаете, напишите в комментариях. Думаю, что такие крылья отлично бы смотрелись на шлемах нельгардских офицеров. Жаль, что Netflix не смог этого организовать в сериале про ведьмака. Хотя, может еще и справят. После покраски в черный и золотой цвет, прохожусь абразивной мочалкой, чтобы добиться потертостей. Мне кажется, так брутальнее выглядит. Шлем почти готов. Но нужно сделать ремни и крепления для подшлемника. Эти ремни крайне важны для спортивного шлема. Без них шлем слетит с головы и спортсмен может получить серьезнейшую травму. Но далеко не все средневековые шлемы снабжались такими ремнями. Скажу даже больше. Все музейные бацинеты, которые я видел на фотографиях, не имеют таких ремней. Что, конечно, странно и вызывает много вопросов. Шлем готов. Как по мне, это идеальное сочетание надежности, дыхания и обзора. Получилась симпатичная смесь Грандхельма и Жабей головы. Как минимум, это тоже семейство кавалерийских шлемов. Их дедушка – это Топхельм 13 века. Вообще, всадники средневековья – это в основном самые благородные и богатые люди на поле боя. Поэтому и конь, и лучшие доспехи, и оружие были именно у них. Значит ли это, что такие шлемы – это лучшие шлемы для средневековой войны или современного латного боя? Итак, в 14 веке есть упоминание о спешивающихся рыцарях перед битвой. Например, австрийцев в битве со швейцарцами, в битве при Земпахе 1386 года. Вероятно, что на такое действие всадников подтолкнула организованная пехота, которая начала появляться на полях сражений. То есть, с наскока плотный строй обученных пехотинцев с древковым оружием было уже очень трудно проломить. Кстати, для пеших рыцарей битва при Земпахе окончилась неудачно. Швейцарцы были очень мотивированы и дисциплинированы. В то время это была в своем роде средневековая военная корпорация. И при Азинкуре часть английских и французских рыцарей были пешими. Иногда их изображают в битве с поднятыми забралами, что еще раз доказывает, что любой глухой шлем с хорошей защитой лица – это, вероятнее всего, шлем конного воина. А закрытая забрала нужна в основном для таранного удара по таким же всадникам или по пехоте. То есть, плотная защита лица, казалось бы, имеет только преимущество, особенно в современных спортивных состязаниях. Но в средневековье оно имело ряд недостатков. Первое – это обзор. Рыцарю нужно оценивать положение союзных и вражеских войск, тем более, если он командует отрядом. Второе – громкость команд. Если закрыто забрала, в шуме битвы ваши подчиненные банально не услышат приказа. Третье – при физической активности будет недостаток воздуха. Поэтому, кажущийся на первый взгляд, имбовый шлем не такой уж идеальный для реальных условий. Его преимущество раскрывается лишь в некоторых редких ситуациях. Но сегодня защита лица – это решающий фактор при выборе шлема. Вас банально не выпустят на ресталище без хорошей защиты. Откидное забрало, вот такое, я лично не люблю. Оно защелкивается на кнопку, и если ударом деформировать шлем возле забрала, то его можно случайно открыть. Ну и представьте, что будет с лицом, если его ударить алебардой. Поэтому для современных бугуртов этот шлем подходит идеально. Я бы, правда, добавил еще перемычки вот здесь вот внутри. Давайте сравним этот шлем с самыми распространенными шлемами в современных бугуртах. Бацинет и с наносник. В бацинете с наносником у нас есть первая проблема. Это кольчуга, бармица, которая добавляет стоимости примерно плюс 150 баксов. Кроме этого, она добавляет еще и плюс полтора килограмма веса. Да, у такого шлема хороший обзор, хорошее дыхание, но бармица, это будет ваша головная боль. Это постоянные починки, постоянные разрывы на шлеме и, в общем, регулярный-регулярный ремонт плюс вес. Например, сравниваем такой шлем с бацинетом с волчьими ребрами. Обзор здесь, прямо скажем, идеальный. Все видно, все хорошо дышится. Но и главная проблема в этой решетке, что сюда легко проникает оружие. Вы можете случайно напороться на гарду, вот так. Или случайно, опять же, напороться на чье-то оружие. И это будет серьезная травма, вплоть до потери глаза, разрубленного носа или выбитых зубов. Если сравнивать с кладвизорами такой шлем, то в целом это очень неплохой вариант, потому что мы можем также насверлить множество отверстий, можно найти источники на глазнице с перемычками. Это хорошо. И если это забрало приварить намертво к куполу, то мы вообще получаем точно такую же закрытую коробку, которая не ломается особо, которая держит удары и которая имеет минимальный вес, за счет того, что нету лишних нахлесток. Опять же, если сюда не ставить кольчужную бармицу, потому что кольчужная бармица это плюс деньги, плюс вес, и защиты она добавляет очень мало. Кольчуга, как известно, дробящие удары не держит, а в бугуртах, по сути, это все дробящие удары. Менее распространенные варианты шлема в бугуртах, это различные арметы, которые имеют сложную форму и сложную конструкцию. Главный недостаток их это цена и то, что чем больше различных сложных вещей, тем чаще они будут ломаться. Ну и помним, что отламывая кнопки у шлема, мы открываем забрало, а лицо оно мягкое, поэтому алебардами получать в открытое лицо совершенно категорически запрещено и никому не надо. Кроме этого, есть небольшой нюанс с шеей. Все исторические аналоги имеют хорошую приталенность к шее. Это было обусловлено тем, что вы закрываете забрало, и по сути, с вас невозможно снять такой шлем, пока не откроют забрало. Ну и колечи ударов в горло так сильно не будут проходить. У нас же колечих ударов нету, и самый противный это тычок в лицо, ну и сверху алебарда еще. Изгиб в сторону вашей шеи и в сторону вашего подбородка. Поэтому, немного приподняв шлем и хорошенько бахнув снизу немножечко в подбородок, можно достичь результата, что шлем ударит по челюсти, что, конечно, не очень приятно. Но это редко встречающийся шлем, и переходим к следующему. Бацнеты с хунцгугелями. Да, это хороший закрытый шлем. У нас полностью защищено лицо, шлем историчный. Можно найти источники на множество отверстий в забрале, но забрало у нас далеко выносится вперед. С одной стороны, казалось бы, хорошо, у нас там больше воздуха, можно хорошо дышать. Но чем дальше от нас отверстия, тем хуже через них видно. Кроме того, поверхность находится под наклоном к нашим глазам, поэтому эти отверстия еще уменьшаются. То есть, вряд ли через них прямо очень хорошо видно. Еще маленьким нюансиком является то, что такие глазки, кстати, как и на клапвизорах, похожие глаза есть, когда по ним бьют чем-то тяжелым, они закрываются. Следовательно, у вас уменьшается обзор. В принципе, не очень хорошо и дает определенное преимущество вашему противнику. И еще, опять же, возвращаемся к нашей любимой бармице. Если ставим бармицу, значит плюс 150 баксов и плюс полтора килограмма веса. И шестой вариант шлемов – это восточные шлемы или же шлемы Киевской Руси. Это были легкие шлемы легковооруженного всадника. Поэтому это обязывает делать множество скрыток, как-то исхитряться, делать нижнюю часть шлема закрытой. Это все закрывать кольчугой. И опять же, кольчуга – это плюс деньги, плюс вес, плюс ремонты. Кольчуга рвется от топоров и защиты она особо, опять же, не дает. Поэтому я считаю, что такая конструкция удачна просто по своей сути. Кстати, некоторые считают, что чем красивее шлем, тем меньше он защищает и тем меньше он практичен. Ну что ж, давайте проверим. Главное отличие этого шлема от исторических в том, что средневековый шлем конный в первую очередь защищал от колющего удара. И если мы представим, что это всадник, то высота его будет повыше. Любые колющие удары будут хорошо заходить под забрало. Поэтому средневековые шлема сильно прижимались к телу. А этот шлем такого не имеет. У него специально вынесен вперед подбородок, потому что если делать для ребят, которые дерутся сегодня, и у них самый противный удар – это панч в лицо. Поэтому если она сприжата, забрала, то туда можно очень эффективно наваливать, и человеку будет больно. Поэтому забрала вынесена специально вперед. Конечно же, еще одним нюансом является наличие отверстий. Как я говорил, раз это в первую очередь конный шлем, то отверстий тут особо не должно быть. Но помним, что есть миниатюры со шлемами, у которых есть отверстия. Как это ни странно. Причем есть даже изображения, где рыцари дерутся в пешем бою. И да, и еще один нюанс, что глазная щель сейчас смотрит как бы вниз. В то время, как у средневековых она смотрела как бы немного вверх. Когда рыцарь на полном скаку сходился с другим рыцарем и боялся попадания в щель копья, он немножко приподнимал голову и шлем, и тогда у него эта щель, в принципе, закрывалась. То есть в лицо залететь копьем не могло вообще никак. Но здесь же для красоты, для такого вот обтекаемого вида злого, я специально сделал эту щель немного опущенной. В принципе, как и на дизайнах некоторых фэнтези-доспехах, например, как в игре Raid. Ну и самое главное, нужно протестировать. Если шлем красивый, можно ли его сделать крепким и надежным. Это одноручный меч, его вес примерно 1,4 кг. Кстати, сегодняшние турнирные мечи, они немного тяжелее, чем те, которые были в средневековье. Потому что сегодня нужно нанести не порез, не рану, а именно хороший оглушающий удар. В принципе, только царапины остаются. Сейчас возьму что-то потяжелее. Это фальшион. Обычно он чуть тяжелее одноручного меча обычного. У него расширяется клинок, и центр массы смещен ближе к концу. Это означает, что таким оружием удобнее наносить сильные рубящие оглушающие удары. Вот здесь тоже ничего, кроме царапин, не случается с этим шлемом. Полуторный меч. Он длиннее, тяжелее, чем одноручный меч. Но мне кажется, что удары от фальшионной будут более оглушающие, чем от этого меча. Хотя он и длиннее, и рычаг больше. Но он довольно сильно играет. Тут тоже ничего страшного не происходит. Шлем нормально держит удары, даже не деформируясь. Ну и самое веселое, это полекс. Как же без него? Ладно. В прошлый раз мне писали, что начнут подписчики отписываться, если я буду еще раз разламывать красивые вещи. Поэтому полексом не буду сегодня бить. Точно-точно. Ложу его вон на землю, и все. Заканчиваем. Ну у меня же есть град фальшион. Как же без него? Ах ты, блин. Опять ручка отломалась. Ну ладно. Ну и только сейчас наблюдаются некоторые вмятины. Вот я хорошо попал в лицо. Есть немножечко сзади. Ну нормальный бугуртный шлем, если честно. Держит удар ровно так, как должен держать. Немного деформируется. Ничего не трескается. Вполне себе хороший, красивый бугуртный шлем. На этот раз точно все. Больше бить не буду. И в заключение. Почему фэнтези стиль лучше? Ну скорее даже не так. Почему я считаю, что наличие фэнтези доспехов в стальных боях это лучше, чем их отсутствие? Все банально просто. Изменяя исторически правильный шлем в угоду красоте или удобству, теряется аутентичность. Плохо это или хорошо? Если ваша цель воссоздать историю, то да, это плохо и неприемлемо. Но сколько бы я не спрашивал бугуртных бойцов, процентов 90 отвечает, что в основном им пофиг на историчность. Для них главное удобство, защита и самое важное это рубилово стальными предметами. Потом уже эстетичность, красота и какая-то там историчность. Если цель удобства и защита, то более удобный доспех это понятное дело лучше. Не нужно думать, что средневековый доспех идеально подходит для этого. Рисунок средневекового боя насмерть и современное фехтование по фану на очки это разные вещи. Если цель грамотно развивать латный бой в обществе и соцсетях, ну используя известные фэнтези образы, можно привлечь в разы больше внимания к такому спорту. Можно свободно изменять доспех для удобства, при этом делая и красиво и практично. Можно даже вывести этот спорт на новый уровень популярности и узнаваемости. Да, не все фэнтези доспехи можно сделать практичными, доступными, узнаваемыми, но многие можно. И это не означает, что нужно отказываться от исторических доспехов. Наоборот, чем разнообразнее вид бойцов, тем красивее и насыщеннее визуально могут выглядеть бои. Так почему же никто не дерется в фэнтези доспехах на стальном оружии и не проводятся такие турниры? Эта тема для отдельного видео. Субтитры создавал DimaTorzok